Добрый день! Я очень рада возможности принять участие в форуме сегодня. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить организаторов за приглашение выступить на сессии, посвященной теме достижения Великобритании низкоуглеродной экономики. Почему эта тема сегодня важна? Наука ясно показывает, что проблему изменения климата больше нельзя откладывать на потом. Действовать нужно сейчас. Как отметил президент России Владимир Путин в прошлом месяце, масштабные пожары в России вызваны в значительной степени изменением климата. Дания недавнего отчета межправительственной группы экспертов по изменению климата говорят о расширении масштабов стихильных бедствия, природных пожаров, наводнений и ускорении таяния вечной незлоты. А сейчас, как утверждают ученые, недостаточно просто снизить объем выбросов паниковых газов. Его необходимо свести к нулю не позже середины этого века. В ноябре этого года Великобритания проведет климатическую конференцию КОП-26. Если мы хотим решить глобальную проблему изменения климата, каждая страна должна внести свой вклад. Как председатель КОП-26, мы знаем, что должны подавать пример. Наш опыт также показывает, что это не выбор между экономическим ростом и сокращением выбросов. Мы достигли и того, и другого. В течение последних 30 лет ВВП Великобритания вырос на 78%, а выбросы в целом снизились на 44%. Но мы должны сделать больше. Два года назад мы поставили перед собой цель достичь нулевого показателя нет выбросов углорода к 2050 году. Сейчас представляющие 70% мировой экономики страны намерены сократить паниковые выбросы до нуля. Мы надеемся, что Россия присоединится к этому глобальному движению и поставит перед собой цель достичь нулевого показателя к середине этого века. Переход к чистой, зеленой экономике открывает новые возможности для бизнеса. Ожидается, что к 2050 году глобальная торговля в области низкоуглородных товаров и услуг будут стоить триллионы долларов. Это представляет значительные возможности для компаний, учитывая природно-ресурсный потенциал России, а также достижения в сфере науки и инновации. Россия обладает огромным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии. За последнее время стоимость возобновляемой генерации значительно снизилась. Российская гидроэнергетика обладает большим потенциалом к росту и к 2025 году экспорт водорода может достичь трех миллиардов долларов в год. Для тех, кто принимает меры сейчас, будут преимущества. Но те, кто сейчас не меняется, рискуют остаться позади. Компания «Стремление к нулю» Race to Zero направлена на достижение углеродной нейтральности и обладает не только компания инвесторов, но также и города и университеты. Я надеюсь, что больше российских организаций, выключая участников этого форума, скоро присоединятся к этой кампании. Непростой опыт пандемии COVID-19 показал, что глобальные проблемы требуют глобальных решений. Россия – важнейший игрок в борьбе с изменением климата. Мы готовы работать вместе для решения проблем, изменения климата и для построения чистого, зеленого, здоровья и процветающего будущего. Спасибо за внимание. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Мы хотели бы начать сегодня панельную дискуссию на тему низкоуглеродной экономики сегодня, тенденции, перспективы. Как вот уже сказал Стефан и госпожа посол, данная тема в последние годы стала очень актуальной. Вы, наверное, часто слышите, видите по телевизору, в интернете читаете информацию о том, как различные государства в последнее время принимают стратегии и активные меры по снижению вредного воздействия на окружающую среду. В этой связи, собственно, хотелось бы сегодня поговорить о примере, который более прогрессивные, продвинутые страны показывают остальным. И, собственно, вот как мы уже сказали, опыт Великобритании сегодня, практически все компании – это Великобритания. И хотелось бы передать слово Тревору Льюису, советнику и директору Департамента международной торговли по России, который продолжит тему низкоуглеродной экономики и расскажет об опыте Великобритании. Это общее замечание по целям на Великобритании, улучшение выбросов на 78% в 2035 году по сравнению с 1990 годом. Господа посол сейчас нам говорила, что мы стремимся к новым выбросам в 2050 году. Вот эти цели, которые здесь на слайде, это промежуточные цели до 2035 года. Компании, которые работают в скульптурном секторе Великобритании, достигли выручки более 42 миллиардов фунтов в 2019 году, что составляет примерно 50 миллиардов долларов США. Если пересчитывать по курсу, 2019 год, наверное, был последним полным вводом, который мы завершили до ковида. Поэтому для тех, кто результаты достаточно впечатляют, они будут восстать, согласно Бейсторм Аналитикс, сектор низкоуглеродной экономики Великобритании на данный момент исчисляется двумя стами миллиардами фунтов или двумя стами 50 миллиардами долларов. Это в четыре раза превышает объем промышленного сектора, и данный сектор будет отместить дальше. Я просто хочу вам здесь сейчас подчеркнуть, что этот сектор действительно имеет важное значение, и мы серьезно развиваются в Великобритании. Мы работаем в областях возобновляемых источников энергии, для работы управления отходами, энергии за отходов, в области водородной энергетики, электротранспорта, технологии укрепления энергии, организации укрепления углеродов, промышленной комбинизации, энергоэффективности и жиловое финансирование. Все это в важной области, но мы понимаем, что, с другой стороны, у нас есть цепочка поставок о природной сложности, связанная с поставками углеводородов. Именно поэтому мы все чаще задумываемся о важности перехода к более чистым источникам энергии, которые являются более устойчивыми. Долгосрочные показатели Великобритании по снижению выборов в СО2 в 21 веке изображены на этом слайде. Мне очень отрадно, что вот этот график идет так резко вниз, согласно исследованию PWC, выбросы СО2 в Великобритании падают на порядка 4% ежегодно, снижается потребление угля, природного газа и нефти, при этом возрастает потребление и производство возобноваемой энергии, в основном из ветра. Конечно, нужно сделать еще много, но мы, я думаю, влюбимся в правильном направлении. Согласно исследованию, Великобритания будет дальше инвестировать в этот сектор, они составят эти инвестиции порядка 400 миллиардов фунтов или 500 миллиардов долларов. Инвестиции будут направлены на развитие зеленой инфраструктуры и в этом направлении энергетики. Поставленные цели являются амбициозными, и для их достижения требуется тоже очень серьезная инвестиция. Татьяна нам больше расскажет про электромобили, у нее больше опыта в этом направлении, но я просто хотел обновить несколько фактов об этом тоже. В 2020 году 175 тысяч единиц электромобилей было заислено в Великобритании, что на 140% больше, чем в предыдущем году. Сейчас электромобили составляют порядка 11% рынка, это достаточно большая доля, если вспомнить ситуацию 5 лет назад, я практически никого не знал, не знал ни одного владельца электромобилей. Сейчас я знаю несколько таких людей, то есть согласно цифрам, согласно действия, это каждый десятый. Конечно, электромобилей еще не очень много, но прогресс есть. Я помню, что в этом году мы принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме, и госпожа посол приехала на форум на электрическом Ягуаре. Конечно, инфраструктура должна развиваться между Москвой и Санкт-Петербургом, но мы смогли этот электромобиль привезти сюда, в Санкт-Петербург, и госпожа посол смогла его использовать для того, чтобы добраться до форума. 42 тысячи зарядные станции, установленные в Великобритании в более чем 15 тысячах публичных локациях, в 2020 году было добавлено порядка 7 тысяч зарядных станций. Конечно, территория Великобритании гораздо меньше, чем территория России, в России для того, чтобы охватить всю территорию, конечно, потребуются более серьезные, более значительные ресурсы. Я просто вам описываю, что может быть сделано две трети электромобилей, и в Великобритании приобретают компании, а не частные владельцы. Боксхолл, одна из крупных в Великобритании компаний, недавно объявила о планах по развитию электромобильного транспорта, полностью перехода на этот транспорт в ближайшей перспективе. Крупные компании складываются в этом направлении. Мы развиваем сейчас объединение EV Fleet Accelerator, которые сейчас крупнейшие компании. Компании являются крупнейшими операторами коммерческого флота, коммерческих автомобилей. На данный момент данное объединение занимается развитием электромобильного транспорта для того, чтобы в целом это направление развивалось уверенными темпами Великобритании. Есть определенные сложности сейчас с поставками углеводородов. Если у людей будет больше электромобилей, если они будут работать эффективно, то, конечно, это нам поможет изменить данную ситуацию. Faraday Battery Challenge – это еще одно направление инвестиций, которые составят 330 миллионов фунтов стерлингов с 2017 по 2021 год. Данная инициатива направлена на поддержку развития аккумуляторных технологий. Данная инициатива занимается разработкой батареи, которые можно перерабатывать. Сегодня мы об этом тоже будем еще говорить. Мои коллеги знают об этом больше. В моем понимании батареи являются основными элементами электромобилей. Их ресурс, ресурс батареи – это один из основных факторов для развития электромобилей. Крупные компании это понимают, и поэтому задумываются об инвестировании в развитие этих технологий, чтобы электромобили продолжали свое развитие. Управление отходами. В этой области мы сотрудничаем с нашими российскими коллегами, работаем с ассоциациями операторов по переработке отходов. Мы приглашали российские компании в Великобританию несколько лет назад, и мы планируем это продолжать для того, чтобы обеспечить реальный обмен опытом. В Великобритании компания оператора отходов участвует в развитии технической экономики, в повышении эффективности систем, промышленные отходы. 41,1 миллион промышленных отходов в Великобритании было представлено в прошлом году, и каждый год их такое количество, в России их еще больше. Промышленные отходы – это отходы, которые возникают в производственных процессах и содержат вредные выбросы. В Великобритании мы пытаемся использовать самые последние технологии для того, чтобы не допускать отправки отходов. Да, полигоны, конечно, с полигонами есть определенные сложности в России. Мы стремимся от этого отойти в Великобританию, и если отходы можно переработать, если их можно сжечь и получить из них энергию, то, конечно, для всех это гораздо лучше. Компании несут ответственность по управлению отходами, по их переработке, и они должны соблюдать соответствующие законодательства. Конечно, я думаю, что в России тоже есть законодательство, и оно очень строгое в этой области. В Великобритании это регулярно тоже очень строгое. У компании просто нет другого выбора, кроме как заниматься переработкой и утилизацией отходов. Мы видим, что такой подход оправдывает себя. Управление коммерческими отходами – это специализированная работа, которая связана с уходом от возможных репутационных рисков. Я могу вам напомнить ситуацию с разливом нефти в Сибири, когда все это произошло. Это очень плохо сказалось на репутации компании, поэтому бизнесу нужно уделять этому серьезное внимание и инвестировать достаточное средство в профилактику подобных ситуаций. Прошу прощения. Слайды переключаются слишком быстро. Решение для промышленных предприятий. Что мы предлагаем? Очистка и реабилитация вод, мониторинг окружающей среды, управление отходами, стабилизация почв, спутниковые решения по мониторингу, цифровые модели, цифровые двойники. То есть вот эти области являются одними из приоритетных для нас, и мы хотим в этих направлениях развиваться. Есть задержки переключения. Слайды в Великобритании. Мы стремимся к декарбонизации. Великобритания старается реализовывать программу создания зеленой инфраструктуры и возвращаться, создавать, восстанавливать эти зеленые технологии. К этому мы стремимся, и после корид мы наблюдали определенное улучшение экологической ситуации. Тем не менее, мы видим, что сейчас мы наблюдаем энергетический кризис в Европе, в Китае есть проблемы, и мы видим сейчас, что энергетическая повестка выходит на первый план и выходит на первые полосы газет вместо ковид. Это подтверждает важность данных проблем. Мы используем кластерный подход к декарбонизации. В Великобритании мы работаем над созданием четырех декарбонизированных промышленных кластеров. Вот здесь на карте вы их видите. Мы используем возобновляемую энергетику, водородную энергетику. В Великобритании сейчас занимаются вот таким социальным и политическим экономическим развитием. Стремимся перенести мощности из крупных финансовых центров в другие регионы, чтобы поддержать развитие местной экономики в других частях страны. Мы занимаем это левелинг-ап-адженда, так это называется в прессе. То есть, например, если говорить о России, какие-то компании из Москвы или Петербурга могли бы отправить свои производственные мощности и организовать их в других регионах. В Великобритании мы реализуем шесть подобных проектов. Финансирование создает порядка 8 миллиардов фунтов стерлингов. И мы будем стремиться к созданию декарбонизированных зонок к 2014 году. Мы работаем на основе партнерств, консорциумов и совместной работе правительств и бизнеса. Переходим к водороду. Опять же, это еще одна область, которую мы обсуждаем с нашими российскими партнерствами, с российским правительством. Россия недавно объявила о новой стратегии в этой области. В Великобритании такая стратегия уже есть. Мы, как посольство, развиваем торговые отношения, и нам интересно было бы подобное сотрудничество в Великобритании. Мы давно развиваем водородные технологии. Ковендиш открыл водород в середине 18 века, и с тех пор водород является частью нашей жизни. Он используется для производства удобрений, а также частично используется как топливо для отопления, домохозяйства. У нас есть соответствующая стратегия. И, в частности, об этом мы будем говорить на климатическом саммите в Глазго, в ноябре, он состоится очень скоро. Водород, он, в принципе, такой же безопасный, как и природный газ. Сейчас реализуются самые разные оценки, и мы работаем над новыми решениями по хранению и распорядлению водородной энергии. Водорода нам необходима соответствующая инфраструктура. Наша цель – обеспечить 5 гигаватт производства низкоуглеродного водорода к 2030 году. Это будет достаточно для отапливания 3 миллионов домохозяйства и предоставления достаточного количества энергии для тяжелой промышленности и других промышленных предприятий. Зеленое финансирование и капитальные рынки – это еще одно важное направление. Конечно, Лондон – это крупнейший финансовый сектор, и Великобритания – один из лидеров зеленого финансирования, финансирования в области ESG. Листинги на лондонской фондовой бирже в ESG сейчас составляют в общей сложности 300 размещений и 70 миллиардов фунтов стерлингов. Российские компании тоже заинтересованы в этом. Российские добывающие компании участвуют на лондонской бирже. Им нужно соответствовать определенным зеленым показателям для того, чтобы сохранять позиции на бирже. Сейчас биржа предлагает доступ к крупному пулу инвесторов, которым интересны инвестиции в ESG. Мы являемся крупным центром, который способствует привлечению капитала для трансформации, для ESG, трансформации вашего бизнеса. Это действительно становится очень важно. Вы должны разработать стратегию по трансформации вашего бизнеса, вашей компании. Великобритания в этом плане предлагает наилучшие в своем классе услуги по трансформации в области ESG. Мы уже участвовали в разработке и принятии основных стандартов ESG, взаимодействуем с Московским международным финансовым центром. Мы понимаем, что российским компаниям данный процесс очень интересен. Сейчас мы развиваем программы трансформации в области ESG и помогаем компаниям достигать цели ESG, которые они будут объявлять публично. Мы также занимаемся развитием международного рынка зеленых инвестиций. На этом у меня все. Надеюсь, было полезно. Я понимаю, что это были общие замечания. У нас есть еще эксперты, которые нам представят более глубокие точки зрения. Я жду терпения их выступлений. Вот здесь есть наши контактные данные. Если кто-то хочет, может с нами связаться. У меня есть коллега Светлана из посольства. И еще одна Светлана вот там мне мажет из конца зала. Мы сможем вместе с вами после мероприятия за чашечкой чая обсудить эти вопросы. А сейчас я передаю слово Тане. Спасибо. Продолжим про электромобили. И хотелось бы рассказать о том, что же происходит в автомобильной индустрии и как автомобильная отрасль старается следовать, скажем, тенденции вот этой низкого улеродной экономики и снижение вредного воздействия на окружающую среду. Вы, наверное, многие из вас знаете о том, что государство, компании сейчас приняли стратегии по экологическому, скажем так, переходу зеленой экономики. И вот Тревор, собственно, рассказал о том, какие планы у Великобритании на этот счет. В автоиндустрии вы, многие, наверное, тоже слышали про альтернативные источники энергии, такие как электромобили, водородные элементы, газ. И все это тоже направлено на, скажем так, большую экологичность транспорта. И эксперты считают, что в следующие 10 лет изменения в мире и в автомобильной индустрии будут настолько существенными, что сравнимо примерно по своему эффекту в принципе с появлением первого автомобиля. То есть настолько существенно произойдут изменения, и мы перейдем на новый уровень транспортных систем, смарт-сити и тех технологий, которые используются сейчас в автомобилях. Многие из вас тоже слышали про Парижское соглашение, про различные регулейшн, которые сейчас в международном праве и государство подписывает соглашение, присоединяются и берут на себя обязательства по снижению выбросов в атмосферу. И вот как уже сказали, и Великобритания в том числе, и Россия присоединилась к Парижскому соглашению в 2019 году. Сейчас уже там 200 стран. И своей целью, в общем-то, ставит практически свести к нулю вредное воздействие от деятельности человека, в общем-то, к концу века, а если получится и раньше. И, в общем, компании, которые автомобильные, занимаются этими технологиями, то также уже давно задумывались над тем, что можно предложить более экологичное, как можно помочь в решении этих задач амбициозных. И на примере компании Nissan у нас, например, есть зеленая стратегия 2022, которые предусматривали, что к 50-му году компания будет абсолютно климатически нейтральной. То есть это означает, что все наши автомобили не будут оказывать вредное воздействие на окружающую среду. В общем, нельзя не упомянуть про COVID-19. И вот это вот картинки, это как раз показывает выбросы в атмосферу до пандемии и во время пандемии. То есть сразу видно существенное негативное влияние человека. И, собственно, во время пандемии, кроме того, что всем не нравилось сидеть дома, но все почувствовали, что воздух стал чище, автомобилей стало меньше на дорогах. И после того, как сняли ограничения, люди не захотели вернуться к тому допандемическому уровню. И многие исследования, которые проводились в различных странах, показывают о том, что люди задумались о том, что, в общем-то, они хотят жить в чистом мире, дышать чистым воздухом. И здесь как бы есть небольшое противоречие, потому что в том числе люди думают о своем здоровье, безопасности, и не все хотят пользоваться общественным транспортом, ввиду больших рисков, хотят пользоваться личным транспортом, но тогда, в общем-то, экологию надо забыть. Либо найти какой-то альтернативный вариант. Этот альтернативный вариант, собственно, сейчас предлагают автомобильные бренды. Это, в общем-то, электромобили, либо другие автомобили на чистых, скажем так, экологически чистых альтернативных источниках. В том числе здесь можно говорить про водород. Вот здесь на слайде как раз показано о том, что многие государства присоединились к этой зеленой стратегии и взяли повышенное обязательство на себя по вот этому климатически нейтральному воздействию. И, например, вот здесь на слайде указано государство, некоторые европейские, которые, в общем-то, взяли на себя обязательство по прекращению и полному отказу от автомобилей с выбросами к определенному году. То есть, в принципе, Европейский Союз к 50-му году хочет прекратить и полностью отказаться. А вот ряд государств, которые более прогрессивные и уже давно идут по политике зеленой энергетики, они гораздо раньше хотят отказаться. Вот вы знаете, наверное, Норвегия, один из лидеров, уже в 25-м году хочет отказаться. И даже там я слышала, что и запретить, в общем-то, автомобили, которые на традиционном топливе. Здесь мы собрали информацию по автомобильным брендам, которые также взяли на себя обязательства и следуют своей стратегии, зеленой стратегии, и выводят на рынок все больше и больше автомобилей экологически чистых. И, как вы видите, здесь практически все бренды заявили уже о своих планах по производству экологически чистого транспорта. И с каждым годом этих моделей все больше и больше. И, в общем-то, недавно, например, Daimler заявил о том, что они уже практически готовы отказаться от производства традиционных автомобилей. И, в общем-то, уже заявили, что, не помню, с 25-го или с 30-го года будут производить только экологически чистые. Что хочется сказать. Мы все оцениваем автомобили, ну, по крайней мере, до настоящего момента оценивались, только исключительно уровень выбросов во время эксплуатации автомобилей. Но эксперты задумались и сказали, что вообще, наверное, это неправильно. Нужно оценивать автомобиль с момента добычи, производства, эксплуатации и утилизации. И тогда возникает сомнение, насколько они экологически чистые. И действительно ли электромобили правильный выбор движения по пути зеленой экономики, зеленой энергетики. Вы, наверное, тоже слышали очень много в новостях о том, что вот сейчас развивается электротранспорт, там в Китае уже их более миллиона продается во всем мире. К сожалению, это не так много на сегодняшний момент. В Европе, например, электромобилей порядка 3,5%. Только в России по статистике автостата на начало 2021 года было всего 11 тысяч, из которых почти 90% это б.у. автомобили, электромобили, к сожалению. И в основном на Дальнем Востоке сосредоточено. Поэтому такая вот не самая радужная у нас ситуация. Но тем не менее, если мы вернемся к вопросу о том, что же все-таки, какие реальные воздействия, действительно ли электромобили экологически чистые и лучшие, вот, собственно, на слайде жизненный цикл автомобиля, где указаны этапы, да, тобыча, производство, эксплуатация, утилизация. И, в общем-то, мы, если будем анализировать полностью жизненный цикл электромобиля, то даже в любом случае, в течение срока службы средний электромобиль выбрасывает в три раза меньше СО2, чем аналогичный автомобиль с ДВС. Также нужно сказать, что и технологии инновационные, да, они коснулись не только самих автомобилей, но и порядка добычи, производства, да, то есть везде применяются новейшие инновационные методы. И само производство аккумуляторов с каждым годом становится все чище, и уже сейчас, например, оно в два-три раза чище, чем два года назад. То есть технологии очень быстро развиваются, и когда компания имеет такие цели, такую стратегию, в общем-то, достаточно быстро находятся новые решения. Кроме этого, вопрос встает об утилизации электробатарей, и, наверное, вы тоже слышали о том, что сейчас не все хорошо с утилизацией, к сожалению, это достаточно сложный процесс, и на данный момент не существует методик и способов, которые бы позволили на 100% экологически чисто утилизировать электробатарею. К сожалению, это так, но я попозже коснусь вопроса, что же делается в этом направлении, что компании, государства предпринимают. Здесь вот как раз в отношении решения, которое могло бы быть действительно следующим шагом в развитии электромобилей. Здесь две картинки, где при производстве автомобиля используется слева эта картинка возобновляемая энергия, зеленая энергетика, чистая. Справа это обычная энергетика без каких-либо зеленых технологий. Так вот даже в этом случае, даже в худшем случае, когда мы используем обычную энергию для производства, то выбросов и вредного воздействия на 28% меньше, нежели от обычных автомобилей с ДВС. Слева на 81%. То есть видите, насколько существенна разница в том случае, если используется возобновляемая энергия. И, собственно, вот Тревор тоже говорил о том, что сейчас это достаточно такая актуальная тема, и у России действительно есть большой потенциал, потому что у нас очень хорошие разработки в этом направлении. И, собственно, у нас с вами есть шанс занять одну из лидирующих позиций в том случае, если наше государство будет продолжать разработки в этом направлении. По поводу как раз батарей хотела сказать, что и осуществляются различные проекты в различных странах, направленные на улучшение аккумуляторных батарей. Я могу сказать даже на примере нашего автомобиля, электромобиля Nissan Leaf. 10 лет назад запас хода у него был порядка 150 километров. И действительно всем было понятно, что это недостаточный запас хода, и требуется усовершенствование батареи. Сейчас мы уже можем говорить, вот у нас последние, например, электромобили, которые выпускаются, запас хода уже больше 400 километров. И мы понимаем, что это не предел, и что в том числе другие автомобильные бренды также работают над технологиями, увеличениями эффективности электробатарей. И, в общем-то, достаточно скоро мы надеемся, что запас хода будет даже выше, чем у автомобилей с ДВС. Поэтому тут у нас даже сомнений нет. А вот в этом плане как раз хочется привести ряд примеров проектов в Евросоюзе, где утверждена дорожная карта, есть Европейский аккумуляторный альянс, вкладываются огромные инвестиции, миллиарды евро в разработки, в новые разработки, как раз-таки работающие над эффективностью электробатарей. Кроме того, что производство электробатарей улучшается, также работают и, вернее, вкладываются деньги в НИОКР, то есть в будущие технологии. Также, в общем-то, существует много проектов, европейских проектов Великобритании, которые направлены на улучшение показателей. Собственно, если мы вернемся обратно к автопроизводителям, то здесь хотелось бы сказать, как автопроизводители решают эту проблему. Потому что пока переработки аккумуляторов – это достаточно сложный, нукоемкий, дорогой процесс. Вот на примере нашей компании у нас есть ряд успешных проектов, которые мы реализуем в Европе, в том числе и в Великобритании. И здесь, собственно, на картинках как раз показано, как можно использовать эти батареи вторично, для того, чтобы увеличить экологичность использования электромобилей и их батарей. Здесь показан как раз стадион Амстердам. В Амстердаме стадион Арена, который питается от, если я не ошибаюсь, 148 БУ-аккумуляторов от электромобилей. Установлены они сохраняют энергию солнечных панелей и, в общем-то, можно питать весь стадион. То есть это один из способов. Точно так же у нас проект как раз в Великобритании реализован, где порядка 30 домов установлены солнечные панели, которые хранят, солнечную энергию собирают, хранят ее в электробатареях и потом дальше используют. Более того, на этом даже можно зарабатывать, потому что они имеют возможность еще и отдавать, продавать эту энергию в сеть и получать за это деньги. То есть полная автономность домов с солнечными панелями и вот этими электробатареями. Ну и ряд других проектов, собственно, аналогичных, которые мы реализуем и, в общем-то, имеем достаточно успешный опыт. Еще два примера проектов. Это справа, если вы видите, реализован в Японии. Это проект, который был реализован совместно с японским городом Намее в рамках программы по восстановлению городов, пострадавших от землетрясений и цунами 11 марта 2011 года. Это фонари такие, устанавливаются на улицах, они накапливают, опять же, энергию солнечную и хранят на них установленные электробатареи, которые, в общем-то, потом можно использовать для освещения улиц. И также использование вторичной электробатареи для вот таких вот вариантов кемпера, когда вы точно так же с аккумулятором можете поехать отдыхать. Он будет накапливать энергию, которой вы сможете потом пользоваться. Я постараюсь уже суммировать. Хотелось бы сказать о чем? О том, что вопрос экологичности, низкоуглеродной экономики, климатических изменений, он общий. Он не вопрос какой-то одной компании или одного государства. Мы все живем в мире, в котором мы хотим чисто дышать, хотим, чтобы наши дети жили в чистых городах. И вредное воздействие на окружающую среду, в общем-то, тут неоспоримо. Человек действительно очень сильно загрязняет, и в том числе и автомобили вносят свой вклад в это загрязнение. И когда мы, например, решаем вопросы с правительствами, с правительствами Российской Федерации, с правительствами Великобритании, мы говорим о том, что это вопросы комплексные. Нельзя новую технологию, такую вот новую, внедрить кому-то одному, и она будет успешной. Нет. В этом должны быть заинтересованы все государства, потому что оно заинтересовано в развитии новых технологий, в чистоте воздуха, в экологичности. Компании, которые занимаются, опять же, развитием технологий. Мы с вами потребители. И поэтому, когда мы говорим о том, что необходимо развивать электромобили, почему в России, например, они развиваются не так сильно, потому что, ну, во-первых, государство только сейчас приняло концепцию по развитию электромобилей, вот буквально месяц назад ее утвердили. Там очень много хороших мер, которые собирается правительство Российской Федерации принять, и уже бюджет, в общем-то, тоже обещают. И там же указаны и меры по производству батарей, по различным разработкам, по развитию инфраструктуры. Там же вовлечены институты, различные организации. То есть это действительно большой комплексный вопрос. И только вот все вместе, при действительно желании каком-то внедрении, при желании сделать нашу жизнь лучше и чище, у нас, собственно, получится действительно какой-то хороший эффект. И мы с вами сможем помочь исполнению планов Парижского соглашения по нулевому воздействию на окружающую среду. Вот, собственно, это все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. И сейчас я хочу передать слово Полу Уилкинсону. Да, Пол Уилкинсон, глава развития нового бизнеса Европы SLR Consulting, расскажет про энергетический переход и декарбонизацию. SLR-компания больше 20 лет работает с серьезными проектами, которые направлены на комплексное экономическое эффективное решение в области чистой энергии, декарбонизации по всей цепочке создания стоимости продукта. И Пол, в общем-то, больше 20 лет работает вот с такими проектами в различных областях. Я надеюсь, он нам расскажет много интересного. Пол, пожалуйста. Большое спасибо, всем добрый вечер. Благодарю за возможность сегодня выступить на мероприятии. Я сейчас вам представлю обзор на ситуацию с водородной экономикой в Великобритании. Поговорим о том, какую роль эта экономика играет в декарбонизации. Я работаю в компании, которая занимается консалтингом. Занимаемся этим уже порядка 20 лет. Работаем с сектором возземляемой энергетики. 15 гигаватт возземляемой энергии мы реализовали в морских и в наземных проектах в секторе солнечной, ветряной энергетики и в секторе водородной энергетики, которую мы сегодня обсуждаем. Все это связано с планами Великобритании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по снижению выбросов до нуля. Водород предлагает решение для декарбонизации таких отраслей экономики, как тяжелая промышленность и транспорт. Он будет... Водородная энергетика будет важна для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Мы видим, что есть другие возможности для декарбонизации, такие как электрификация и улавленное хранение СО2. В последнее время был рост интереса к водороду, но не было успешных проектов. Сейчас мы возвращаемся к этому процессу, который основан на развитии технологий и политической воли. Великобритания сейчас занимается снижением рисков и поиском путей для дальнейшей коммерциализации водородной энергетики. На данный момент в Великобритании производится 27 тираватт в час водородной энергии. Это можно использовать для производства химической промышленности, для производства удобрений, и мы считаем, что рост производства, рост генерации в этой области будет 20-кратным в ближайшие 10 лет. Водород бывает разного цвета в зависимости от метода производства и от выбросов. Серый или коричневый водород – это водород из ископаемых источников, который производится на основе зрелых технологий. Затем синий водород – это низкоуглеродный водород, в котором применяются технологии секвестирования, хранения водорода в подземных пластах. И есть также зеленый водород, который мы получаем путем электролиза из воды. Мы также получаем такой водород из возобновляемых источников энергии с использованием таких ВИЭ, как энергия ветра, энергия солнца. Сейчас производство синего и зеленого водорода невыгодно. Мы видим сейчас, в Великобритании принята стратегия по развитию водородной энергетики, Вестминстерская стратегия, которая учитывает развитие разных направлений водородной энергетики. И все это направлено на сокращение стоимости производства низкоуглеродного водорода и ископаемых источников. Мы считаем, что данный процесс будет проходить достаточно быстро. Даже без субсидий. К 2030 году низкоуглеродный водород станет конкурентом, и мы увидим серьезные преимущества в этом направлении к 2050 году. Все это будет обеспечиваться развитием электролизных технологий и снижением возобновляемых источников энергии. В Великобритании есть пункты из 10 пунктов, планы из 10 пунктов по развитию зеленой промышленной революции. К 2030 году хотим создать 5 гигабатт мощностей по производству низкоуглеродного водорода. Будут реализованы соответствующие проекты. Затем есть... Это был второй пункт плана. Восьмой пункт плана – это инвестирование в технологии хранения и улавливания водорода. И также есть первый пункт плана – это морская ветряная энергетика с 40 гигаватт к 2030 году. Все это будет направлено на обеспечение потребностей Великобритании и Великобритании, и будет обеспечиваться такой энергетический баланс. На основе этого плана из 10 пунктов Великобритания приняла стратегию в области водородной энергетики. Мы стремимся достичь экономии в эквиваленте СО2 в 41 миллионов тонн. В ближайшее время потенциал водородной энергетики на данный момент действительно серьезный, и количество установленных мощностей в ближайшее время составит 1 гигаватт водородной энергетики. Таким образом, будет постепенный переход к зеленой водородной энергетике. Правительство сейчас стремится привлечь не менее 4 миллиардов частных инвестиций в эти проекты. Мы взаимодействуем и с другими рынками. Великобритания оценивает спрос на своем рынке, а также стоимость создания инфраструктур. Мы оцениваем препятствия, которые существуют. И есть ряд решений. В Нидерландии, например, рассматриваются решения по развитию соответствующих технологий энергии ветра. Есть решения в Германии, которые направлены на налоговые льготы. Мы сейчас задумываемся об организации каркасной инфраструктуры, водородной энергетики. И мы также взаимодействуем с различными подрядчиками. Нидерланды, например, занимаются созданием водородных долин, которые напоминают промышленные кластеры Великобритании, где можно использовать экономику от масштаба. Вот на этой карте мы видим водородные проекты, проекты в области водородно-энергетики в Великобритании. Порядка 30 активных проектов реализуются. И мы видим, что сейчас по зеленому водороду реализуется 22%. И 9 проектов направлены на улавливание и хранение СО2. Для поддержки стремления к цели нулевых выбросов мы реализовали исследование Project Union по исследованию распределительной сети в Великобритании, которая связывает с собой разные промышленные кластеры. Можно будет эту систему задействовать для распределения водорода и связать эту систему с будущей системой водородного экспорта. HighNet и еще один проект находятся в Мерсисайде, один из наиболее продвинутых промышленных проектов. К 2020 году будет реализован. Капитальные затраты составляют порядка 927 миллионов фунтов. Развиваются такие технологии, как улавливание водорода, получение и улавливание СО2 из промышленных технологий, и затем хранение этих ресурсов в существующих трубопроводах и переспределение этих ресурсов затем уже для дальнейшего распределения и транспортировки. Рассматривается технология подземного хранения водорода, создание специальных хранилищ, которые будут использоваться для хранения водорода. Мы также видим здесь и другие проекты. В Великобритании реализуются самые продвинутые проекты в области водородной энергетики. Можно сказать, что Великобритания в этом плане является рыночным лидером. Мы видим, что есть проекты, направленные на развитие технологий, HiNet, Gigastack, Accor, NetZero, T-Site. Также есть сейчас ряд проектов на стадии испытаний, на стадии предварительных исследований. Есть также проекты в транспортном секторе. Например, городской совет Глазго объявил недавно о подобном проекте. Водород может использоваться и примешиваться в системы отопления, использоваться для отопления домохозяйства. Есть ряд экологических соображений, связанных с доступностью воды. И 15-20 литров воды необходимо для производства 1 кг водорода. То же самое по зеленому водороду. Кроме того, нужно уделять внимание возможным выбросам и повышению эффективности. Это необходимые жизнеспособные решения, которые позволят нам правильно реализовать и обеспечивать эффективность данных технологий. Мы видим высокую концентрацию метана в атмосфере, которая может быть вызвана данной промышленностью. Соответственно, нужно правильное обращение. Кроме того, нужно правильно работать с разными элементами цепочки создания стоимости и видеть возможности для преодоления таких сложностей, как высокое давление при хранении водорода, 200-300 бар необходимы. Есть стратегические проекты, которые направлены на повышение безопасности и обеспечение социального принятия водородной энергетики. Ключевые выводы. Во-первых, водород будет важным энергетическим вектором развития промышленности и будет одним из способов для достижения декарбонизации на ряду с электрификацией. И можно водородной энергетики использовать для достижения нулевых выбросов. Экономика зеленого водорода, ее привлекательность будет возрастать. Субсидии, даже без субсидий, он станет конкурентом к 2030 году. Реализуется большое количество проектов. Есть пилотные проекты, есть проекты уже, которые полностью находятся на стадии реализации. Есть ряд ключевых экологических соображений, связанных с расходом воды, с отработанной водой, с выбросами в атмосферу. Также пятый вывод здесь – это развитие необходимой инфраструктуры, стимулов и технологий, масштабирование технологий, а также обеспечение спроса и предложения на рынке для того, чтобы обеспечить дальнейший рост. Спасибо за внимание. Хотела бы передать слово Деборе Сакс, специалисту по отходам и ресурсам Департамента международной торговли с презентацией управления отходами и решений по переработке и утилизации пластика. Дебора имеет более чем 20-летний опыт работы в серии переработки отходов во всем мире и специализируется на разработке нормативно-правовой базы для эффективного управления отходами. Дебора. Большое спасибо. Меня зовут Дебора Сакс, специалист по отходам и ресурсам. Работаю в Лондоне, занимаюсь управлением отходами и возобновляем источниками энергии. Я хочу вам сегодня рассказать о том, как влияет управление отходами на изменение климата. Вот, подсчитать это, на самом деле, не очень просто, потому что влияние разных типов материалов на данный процесс, на изменение климата, влияние парниковых газов тоже нужно измерять и как-то этот процесс сопоставлять. Остаточные отходы, их переработка влияет на изменение климата, и это влияние достаточно ощутимо. В основном это связано с выбросами метана, органические материалы. Если их отправляют на полигоны, на свалки и оставляют в среде, если они разлагаются, то в этом процессе выделяется метан. В процессе компостирования этот материал, например, особенности метана, можно улавливать и затем использовать для производства электричества или для отопления, или для питания транспорта, использование его вместо дизеля. Улавливание метана из отходов, из остаточных отходов, это одна из ключевых технологий, которую мы развиваем в Великобритании. Один из основных способов для улавливания метана – это его сбор и затем использование специальных перерабатывающих мощностей для достижения вот такого цикличного процесса, процесса цикличной экономики. Существует большое количество предприятий, которые сейчас производят биометан, которые используются как топливо для тяжелых автомобилей. Мы уже говорили об электрических автомобилях. Для тяжелых автомобилей пока мощности аккумуляторов недостаточно, поэтому крупные ритейлеры, крупные продовольственные дистрибьюторы переводят малый транспорт на электротранспорт, а крупный транспорт на метан. Заводы, фермы, соответственно, они также используют метан для отопления, и получается, что мы приходим к такой безотходной цикличной экономике. Другие виды воздействий, загрязнения окружающей среды, если мы этим не занимаемся, если мы выбрасываем материал, если мы загрязняем среду, почву, водные ресурсы, если мы выбрасываем отходы на улицы, то, конечно, это плохо, и это очень успешно по всему миру. Есть самые разные способы по переработке отходов для получения пользы и для снижения вреда для окружающей среды и здоровья людей. В основном мы занимаемся сбором отходов. В Великобритании этот процесс выстроен эффективно, но могу сказать, что у каждого третьего человека нет доступа к сервисам по переработке отходов, по управлению отходами. Во многих странах отходы просто выбрасывают или отвозят на поригоны. Вот здесь на фотографиях вы видите потоки так называемых отходов, которые мы перерабатываем. Во-первых, это электронные отходы, отходы электроники. Я думаю, что мы сейчас увидели эти потоки на этом слайде и готовы перейти к следующему слайду. Вот слева у нас здесь один из потоков отходов указан. Это электронные отходы. Можно перерабатывать эти отходы для извлечения пластика и драгоценных металлов из микросхем для дальнейшей переработки. Это имеет важное значение, и для этого необходимо применять достаточно высокие технологии, чтобы обеспечить безопасность. Есть в этих микросхемах не только драгоценные металлы, но и вредные вещества. Здесь мы также видим в центре автопокрышки. Есть сегодня технологии, которые позволяют получать топливо, используя на основе технологии пиролиза, из автопокрышек. Справа внизу — это пластиковые отходы. И еще одна картинка сверху — это управление данными. Еще хочу отметить дополнительно, что мы должны ввести статистику и пытаться определять для себя вот те потоки для наиболее грамотного управления отходами. Нужно заниматься анализом потоков отходов и понимать, как мы можем их перерабатывать. Это тоже ключевая часть процесса. Пожалуйста, следующий слайд. Спасибо. Управление отходами — это сложный процесс. Есть разные участники в этом процессе в Великобритании. Они участвуют в этой работе. Ключевым департаментом, который занимается переработкой отходов в Великобритании, является департамент по окружающей среде. Принята соответствующая политика в области управления отходами. Она необходима, чтобы такая политика существовала, чтобы обеспечить правильное управление. Существует соответствующая стратегия в Великобритании, в которой описано, как правильно собирать отходы, как правильно осуществлять работу с домохозяйствами, повышать информированность. Это служба в Великобритании, для жителей Великобритании является одной из ключевых, служба по сбору отходов. Мы также в этой программе рассказываем людям о том, как правильно перерабатывать отходы, как правильно их собирать. Вот здесь в центре слайда вы видите вот эти контейнеры, которые домохозяйства могут использовать для раздельного сбора отходов. В один контейнер уходит бумага, бумажные отходы, в другой контейнер вредные отходы, такие как аккумуляторы, и есть дополнительный контейнер для органических отходов. Таким образом, если мы разделяем данные потоки, мы можем сохранить ценность вот этих отходов. После этого можно эти контейнеры забрать и отправить на переработку. В этом смысле данный процесс имеет важное значение. Мы видим, что если раздельный сбор не осуществляется, то управление отходами сильно осложняется, поэтому раздельный сбор в Великобритании является одним из драйверов по переработке отходов. Мы работаем с населением, поощряем вот этот процесс в домохозяйствах. Вот здесь справа вы видите транспортное средство, это грузовик для вывоза мусора. Когда мы собираем отходы, этот процесс выглядит достаточно трудоемким. И здесь, видите, в этой машине, в этом грузовике есть отдельные отсеки для разных типов отходов. Слева мы видим зеленые контейнеры. Это контейнеры, которые производятся компанией Airbelt Taylor, крупнейший поставщик таких контейнеров. И, наверное, имеет возможность эта компания также поставлять и в другие страны, в том числе в России. В России мы также работаем с расширенной ответственностью производителей. Таким образом, производители несут ответственность за переработку, за утилизацию отходов, которые они произвели. Тетропак, например, такой продукт, он может разделяться на разные материалы. Это сложный продукт для переработки и затраты на переработку высокие. Есть пластиковые бутылки или жестяные банки, которые гораздо дешевле перерабатывать. Ну и, соответственно, конечная ценность получаемой продукции тоже ниже. Мы осуществляем консультирование, стараемся убедить людей меньше потреблять и меньше выбрасывать. Это очень сложная задача, но, тем не менее, мы этим занимаемся, и вокруг этого очень много дискуссий ведется. Конечно, экологическое движение необходимо для того, чтобы рассказывать людям о важности снижения потребления. Мы задумываемся о том, куда, откуда мы получаем наши отходы и как они распределяются по потокам. Следующий слайд, пожалуйста. Дополнительно по нашей политике в области экологии. Наш департамент по энергетике занимается также управлением отходами, управлением остаточными отходами. Если вы остаточные отходы отправляете на переработку, их можно, соответственно, переработать и извлечь из них энергию. Разные технологии возможны. Это мусоросжигательные заводы, пиролиз. Есть также технологии по получению электрической энергии из отходов. В Великобритании они тоже применяются. Возможно получение газа. И есть стимулирующий механизм, который поддерживает соответствующие технологии. Данный механизм называется Green Gas Support Scheme. Также разрабатываем стратегию по работе с биомассой. Занимаемся определением наиболее перспективных направлений. Также занимаемся развитием технологий улавливания и хранения CO2, о которых ранее рассказывал Пол. Местные власти, центральные власти должны иметь соответствующую политику планирования по размещению мощностей по переработке. Необходимо задумываться о правильной изоляции зданий для того, чтобы терять меньше энергии. Ведется дополнительная работа, которая направлена на получение возобновляемых видов топлива из отходов. Можно получать из отходов керосин, например. Также есть специальный механизм для поддержки производства биотоплива. Кроме того, мы сейчас предлагаем новую субсидию, которая направлена на поддержку устойчивых видов топлива для авиации. Авиакомпаниям сложно для себя найти такое экологичное топливо, но есть несколько проектов, которые направлены на получение такого авиационного топлива из органического топлива. Эти проекты будут реализованы в ближайшее время. Пожалуйста, следующий слайд. Хотела поговорить дополнительно о переработке. В Великобритании много операторов по переработке отходов. Они осуществляют сбор отходов, забирают отходы у компаний, с предприятий. И есть соответствующие заводы по переработке пластика, по переработке других отходов. Например, можно изготовить новые пластиковые бутылки из переработанных бутылок. Кроме того, есть возможность использовать полиэтилен низкого давления, производить его и делать вот этот производственный процесс цикличный. Это действительно такая безотходная цикличная экономика. Есть также проекты по производству полипропилена из отходов. Крупные предприятия существуют в Великобритании. BIFO – это одна из компаний, которая сейчас также занимается выходом на международные рынки. И в ближайшие месяцы они объявят о международных проектов, как я думаю. Следующий слайд, пожалуйста. Дополнительно по переработке полимерных материалов. Как я уже говорил раньше, наша основная цель – получить универсальный полимерный материал в качестве сырья. Все это зависит от правильного распределения пластиковых отходов и их перераспределения на мощности для переработки. Мы осуществляем сбор разных перерабатывающих материалов. Затем мы отвозим эту продукцию на сортировочные пункты. Сортировка осуществляется как вручную, так и при помощи специальных алгоритмов. Есть специальные системы, которые позволяют осуществлять автоматическую сортировку. После этого мы получаем чистые потоки отходов, которые мы можем перерабатывать и получать новые материалы. Пожалуйста, следующий слайд. Опять же, в заключении хотел бы отметить необходимость анаэробного дегерирования. Вот эта технология реализована одной из компаний, и одна из компаний предлагает соответствующее оборудование для перевозки, для транспортировки отходов. Это оборудование используется на предприятиях по переработке отходов, на очистных сооружениях, на фермах. Есть разные компании, которые могут создать для себя установки по анаэробному дегерированию и таким образом участвовать в переработке отходов. Вы можете получать тепло из этих установок, получать электроэнергию или использовать полученное тепло для отопления, например, производственных помещений и зданий. Большое количество разных аспектов связано с переработкой отходов. Конечно, для того, чтобы сокращать изменения климата, мы должны помнить об этом. Возможно, что Великобритания в этом плане достаточно развита. Если вам интересно, пожалуйста, вы можете связаться со мной через посольство. Большое спасибо. Нам очень приятно сегодня выступать на этой конференции. Благодарим за приглашение. Меня очень глубоко интересует устойчивое развитие, поэтому, конечно, мы об этом заботимся. Не только мы понимаем, что это необходимо в разных странах, но в том числе это устойчивое развитие необходимо и в России. Такая мантра нашей организации – это люди, планета и процветание. Это основные наши ценности, и мы используем эти ценности при реализации наших проектов. И вот через эту призму мы думаем об архитектуре. Все наши метрики, все наши измерения успеха и успешности разных проектов, они непосредственно основываются на нашем соблюдении этих принципов, этих ценностей. Мы измеряем результаты каждого проекта, и мы делаем это со следующей точки зрения. Во-первых, мы смотрим на экологический эффект, на эффекты для сообщества. Кроме того, и мы уже слышали это от Тревора, мы понимаем, что инвестиции должны окупаться. Поэтому мы считаем, что устойчивый подход может также приносить прибыль и может способствовать окупаемости финансовых инвестиций, а также быть, в общем, полезным для нашей планеты. И в целом мы применяем наши идеи на самых разных уровнях, строим отдельные здания в городах. Мы также организуем специальные кластерные районы. И вот эти зоны, соответственно, вписываем здания в контекст города. Расскажу вам об экологическом городе будущего. Один из проектов, на котором мы недавно работали, мы реализовали его в Омане. Это очень интересный проект, потому что он непосредственно связан с идеей создания города нового типа, который более чем на 100% обеспечивается источниками возобновляемой энергии. Мы работали в рамках видения Омана по устойчивому развитию до 2004 года и планировали, в общем, реализовать наше видение. Хотели, чтобы наше видение соответствовало потребностям клиента и попытались предоставить устойчивое решение, в том числе которое будет и прибыльным. Это интересный проект, он находится недалеко от Маската. С одной стороны у нас есть фермерские хозяйства, с другой стороны город, внизу горы и сверху у нас море, набережная. Мы вспомнили историю, вспомнили историю города-сада Бениза-Говарда. Это было первое движение, движение городов-садов, инновационное движение тогда в истории, как люди могут жить в окружающей среде, когда их окружает природа, когда они могут пешком ходить на работу, где у них есть возможности реализовать и другие возможности. Сельскохозяйственный аспект здесь присутствует, возникает вот такая близость к природе, и это неразрывно связано с благополучием. Мы говорим не просто об устойчивости в привычном смысле, то есть насколько мы можем сократить выбросы СА2. Мы скорее здесь говорим вот об этой установке, установке на повышение благополучия жизни. В этом проекте мы использовали идею города, который состоит из нескольких деревень. Ну, я и сам из Лондона. Мы помним, что Лондон — это город, который состоит из отдельных деревень, если можно так выразиться. Поэтому мы эту идею использовали для того, чтобы создать вот этот многополярный город, который будет связываться вот этим сельским хозяйством. То есть мы попытались организовать городское развитие в рамках устойчивого развития и в привязке к сельскому хозяйству. То есть это возможно реализовать в такой связи разных сельских хозяйств, которые встраиваются в городскую ткань. Во-первых, вы таким образом разделеняете город. Во-вторых, вы создаете для города возможности по продовольственному снабжению из вот этих источников. Мы в этом проекте использовали идею, которая была направлена на выход за пределы нулевых выбросов. Мы хотели достичь вот этих целей выше, чем нулевые выбросы, выше, чем умный город. Мы сейчас имеем в виду вот это общество 5.0. И все вот это мы реализовали. И, в общем, в конечном счете мы хотели реализовать проект для людей, на благо людей, на благо сообщества. Как люди будут жить в этом городе, который состоит из нескольких деревень, нескольких сельских районов. Таким образом, у города возникала новая организация. Небольшие сообщества внутри одного города. Таким образом, мы достигали большей сплоченности внутри одного города. Также мы придерживались идеи города, по которому можно передвигаться пешком, то есть обойти весь город за 15 минут. Мы пытались создать возможности, при которых можно, например, до центра города было добраться пешком, не используя автомобиль. Нам, конечно, потребовалось разработать для этого соответствующее решение. Я вам их скоро покажу. И еще один аспект – это процветание, на которое мы ориентируемся. Мы старались создать объект, который связан с локальными ценностями и который непосредственно будет приносить прибыль. Конечно, мы понимаем, что за идеи нужно платить, и мы понимаем, что кто-то захочет и сможет за эти идеи заплатить, и это должно быть доступно. Мы фокусировались на автономности города. Что это значит? То есть это самодостаточный город с точки зрения продовольственного обеспечения, с точки зрения энергообеспечения, и также самодостаточный город с точки зрения управления и обеспечения потребностей в ресурсах. Мы сделали следующее. Использовали вот эту идею самодостаточного города, разработали зеленые маршруты в городе. Все это напоминает структуру дерева. Мы использовали в этом идею природы и реализовали этот природный контекст в рамках городских условий. На вот этом слайде вы видите вот эти коричневые области. Это сельхозяйственные зоны. Затем у нас здесь есть также жилые зоны. И есть зеленые зоны. То есть это парки, которые все это объединяют. Вот так мы видим себе реализацию проекта по этапам. По этапам создания зеленого города мы организовали новую мобильность за счет развития зеленых маршрутов. Транспортная мобильность. Мы поняли, что есть необходимость в этом городе все же для автомобильного транспорта. Мы создали вот такую область за пределами центра. Вот этот центр, диаметр где-то 4 на 4 километра. То есть это небольшая территория. Вот этот красный круг. Даже, наверное, меньше по диаметру. Это пешеходная зона диаметром примерно даже 2 километра. Там внутри нет автомобилей. А за пределами этой зоны используется карпулинг, используется электротранспорт. Вот так мы видим будущее автомобильности. То есть это когда человек не владеет автомобилем, а он совместно использует автомобиль со своими друзьями, соседями. То есть автомобиль становится таким объектом индивидуальных потребностей. Он перестает таковым быть и становится коллективным объектом. Кроме того, здесь возникают экологические преимущества. Таким образом мы снижаем воздействие на окружающую среду и таким образом этот подход намного более устойчивый. В чем заключается идея города? То есть мы создали город, где есть затененные зоны. Мы организовали вот такую городскую сеть, сеть, которая позволила нам создать затененные области с помощью зданий. Мы провели моделирование, посмотрели, как будет выглядеть вот эта структура. У нас родилась вот такая городская сеть из затененных пространств. Вот здесь на этой модели мы видим, что организация, которую мы создали, очень хорошо работает с точки зрения предоставления таких возможностей для затенения. Это такие органические маршруты, которые мы разработали, и они могут использоваться в городе. Фотоэлектрические ячейки. Мы в этом проекте предполагаем использование большого количества солнечных панелей. Вот эта энергия, которая будет получена из этих элементов, мы сможем ее задействовать. Мы также будем задействовать морскую воду, из нее получать водород. Водород будет после опреснения произведен, и мы сможем его тоже использовать в качестве топлива, в качестве источника энергии. Таким образом, мы сможем организовать как мощность по хранению водорода, так и соответствующие возможности для его использования в качестве топлива. Вот таким образом, мы интегрировали идеи фотоэлектрических ячеек в органическое земледелие. Действительно, существует очень большая серьезная хорошая возможность для производства, для генерации энергии. Мы также надеемся, что у нас будет избыток энергии, и мы сможем ее продавать. Вот такая идея. Идею разработала Seabot Greenhouse, это британская компания. Разработала вот эту идею парников, которые работают с морской водой. Морская вода испаряется, и возникает вот такой замкнутый цикл. Вы после испарения морской воды охлаждаете пространство, и затем собираете полученный конденсат, который можно использовать для полива. Все это очень интересный проект, и действительно он работает на принципе устойчивого земледелия, устойчивого фермерства. Я уже говорил вам, что мы можем использовать морскую воду для получения водорода. Возникает вопрос с фотоэлектрическими ячейками, с элементами, как их можно модифицировать под этот процесс. Есть нанотехнологии, которые мы можем использовать. Например, они могут позволить нам сделать такие элементы, фотоэлектрические элементы, на которых скапливается меньше пыли. Действительно, большое количество тенденций сейчас мы наблюдаем, новые идеи возникают, и нам нужно эти новые технологии внедрять и брать на вооружение. Таким образом, мы можем задействовать вот эти фотоэлектрические элементы на вот этих городских фермах. Здесь мы видим вот этот естественный водоем, Вади, который протекает через город. Мы используем экологические стратегии с точки зрения городской мобильности. Мы также используем возможности для улавливания СО2 и в целом снижения экологического следа. Мы реализуем эти разные стратегии и можем таким образом снизить выбросы СО2 городом. Вот здесь у нас есть красный круг. Это та самая инфраструктура, которая нам необходима. Она там сосредоточена. И это как раз реализация самой нашей идеи. Любой город производит отходы. Вы понимаете, что их нужно утилизировать и их не нужно просто вывозить. Мы планируем создать подземную систему и инфраструктуру для переработки отходов. Таким образом, мы сможем все делать на месте. Например, канализационные сливы. Можно их перерабатывать локально и затем мы можем получать энергию из этих отходов. Зачастую мы просто забываем об этом. Мы просто что-то выбрасываем и потом об этом забываем. Хотя на самом деле мы могли бы эти отходы перерабатывать и получить энергию, ведь мы живем в обществе. Еще один проект. Недавно мы участвовали в конкурсе на развитие городской набережной. Здесь мы использовали вот эту концепцию арборитум. Это своего рода парк, который находится рядом с морем, рядом с морской набережной. Мы использовали идею расширения парка и создания вот этого зеленого кольца вокруг города. Это будет пешеходное кольцо. Мы также использовали ту же самую идею с водородом. Мы находимся в этом проекте рядом с морем. И мы, наверное, смогли бы тоже там создать вот такие фотоэлектрические парки, парки солнечных панелей, которые позволяли бы нам генерировать энергию и эту энергию затем использовать. А также мы смогли бы получать водород с использованием существующих технологий. Вот так выглядит термальное моделирование набережной в Сочи. Вот здесь отмечены разные зоны, которые мы перепланировали, перепроектировали. Таким образом, мы расширили парк, мы создали вот эту новую зону набережной. У меня есть видео, но, к сожалению, я не смог его уместить сюда, в эту презентацию. Надеюсь, что изображений вам будет достаточно. Идея простая довольно. Мы хотели связать набережную с другими частями города, например, с железнодорожным вокзалом. Здесь именно вот такая идея была реализована. Развитие транспортной мобильности и, в частности, безавтомобильной среды, свободной от автомобилей среды. Вот здесь опять еще одна идея смешивания разных пространств. Вот здесь проект музея. Мы предлагаем создать вот такую инфраструктуру, в том числе предлагаем здания, которые могут улавливать СО2. Существуют новые технологии, которые намного эффективнее позволяют улавливать СО2, гораздо лучше, чем лес, чем деревья. Мы также можем применять фотоэлектрические элементы вместе с этим. То есть идея состоит именно в том, чтобы в России, не обязательно в Сочи, создать экологический город. Мы считаем, что это важно, потому как в России большой объем запасов газа, и поэтому нам нужно будет также задумываться параллельно с этим над разработкой новых технологий, над созданием городов нового типа, городов нового времени. Еще один проект – это университетский городок, кампус в Дохе. Здесь мы видим такие микропространства со своим микроклиматом. Как этот проект работает? То есть мы создали, спроектировали здания. Вокруг зданий мы организовали вот такие зоны для охлаждения и для снижения энергопотребления. Мы также видим, что здесь очень интересно организованы фасады. Мы моделировали их таким образом, чтобы сократить нагрев от солнца, потому что это действительно может стать проблемой в таком жарком климате. Мы видим, что это такая выразительная архитектура. Это одновременно университет и мечеть. То есть здесь мы видим совмещение функций. Таким образом, не только академическая функция реализована, но и символическая функция, которая также интегрирована вот в этот проект. Это вид сзади вот этого здания. Что здесь важно? Вы видите, здесь есть ландшафт, сады, которые как бы проходят через здания. Они выходят за и внутрь, и за пределы. Соответственно, для вот этих стран действительно важно иметь в виду, что нужно помнить, что мы можем жить без кондиционеров воздуха. Сейчас люди об этом забывают. Наша идея как раз заключается в том, чтобы вернуть ландшафтный дизайн обратно и приблизить его к зданиям. Вот так мы видим, как обыгрывается фасад. Он работал таким образом, чтобы снизить эффект от солнечной радиации. Еще один проект, очень интересный. Он в корне отличается от проекта в Дохе. Это проект, который был направлен на перепроектирование городской свалки в Рабате, Марокко. Рабат, столица Марокко. Что мы сделали? Вот эта территория использовалась для производства, для добычи глины. То есть они здесь добывали глину, затем ее использовали для того, чтобы создавать изделия. Также эта территория использовалась как со свалкой. Она была расположена рядом с рекой. Все загрязняющие вещества попадали в воду. И также рядом со свалкой находились здесь хозяйственные площади, которые тоже были загрязнены. Вот эта свалка находилась рядом с бедным районом Рабата. И вот здесь вы видите фотографии. Там детишки буквально играли на свалке и просто болели из-за этого. Что могу интересного рассказать про этот проект? Мы оставили свалку на месте. И мы понимаем, что когда у нас свалка большая на территории, то она выбрасывает газ, метан. Это тоже было проблемой. Мы вместе с локальными властями, с муниципалитетом создали первую в Марокко установку по улавливанию газа. Мы не могли избавиться от мусора. Мы должны были его сохранить. Соответственно, мы использовали соответствующие материалы, чтобы все это зафиксировать. Мы стали улавливать газ и обеспечивали энергией 5000 домохозяйства. Мы также смогли полностью остановить выбросы СО2. Предотвратили выброс при порядке 250 тысяч тонн СО2 в атмосферу. Очень интересный проект. Это общественный проект. Бюджет был действительно очень скромным. Это был очень быстрый проект. Мы взаимодействовали очень тесно с локальными властями. Вот здесь вы видите то, как менялся ландшафт. То есть сначала у нас была просто свалка. И сегодня мы видим, как выглядит данная территория. Мы построили вот эти здания. Это очень дешевые здания, которые построены из материала, который добывается прямо на месте. Опять же, это к идее о безотходной экономике. Мы видим здесь, да, вот эти красный кирпич, да, здесь используется. Мы хотели использовать именно какие-то локальные материалы, не завозить ничего. Это было одной из наших целей. И для этого мы взаимодействовали с местным сообществом. Мы посмотрели, как мы можем работать с людьми, как научить их правильно использовать вот этот новый проект и сделать этот проект по-настоящему общественным. Мы организовали здесь вот такие, вот такие клумбы мы здесь создали. Здесь это сельскохозяйственная школа организована. Люди могут учиться садоводству. То есть в этом месте люди могут выращивать растения, могут затем их продавать. И все это встроено непосредственно вот в эту территорию. Мы обучаем людей, работаем с ними. Мы их интегрируем вот в этот ландшафт. Вот так это все интегрировано. У меня закончилось время. У нас разные проекты, разные идеи реализуются. Вот это я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо.